Всем приветик! С вами Лана на канале Измени свою жизнь. И сегодня я для вас записываю необычное видео, а именно это распаковка продуктов, что я заказала, книжечек с сайта ozon.ru. И это видео будет очень полезно тем, кто, как и я, начал изучать французский язык и хочет делать это наиболее эффективно. Сначала позвольте показать, по каким книжкам я уже начала заниматься. Я привезла их из Норвегии. Вот книжка и тетрадка. Чем они замечательные? Тут не просто показываются схемы, таблицы изучения языка, но что-то делается очень интересно, с картинками, упражнениями. Очень познавательное и очень развлекательное изучение языка происходит. И также в этой книжке, в книге содержатся сиди, а также тетрадка с упражнениями, тут тоже есть сиди, по которым можно заниматься, прослушивать речь, именно французскую, и тренироваться. Как вы уже, наверное, заметили, книжка и тетрадка – это первый уровень. Но поскольку я нахожусь в языковой среде, изучение языка происходит более интенсивно, уже мой первый уровень подходит к концу, и нужно как-то продолжать заниматься. И поэтому я сделала два заказа. Один – это озон.ру. Вот такая посылочка мне пришла. А второй – это книжный магазин здесь местный, который называется ФНАК. Вот вторая посылка. Это огромная посылка, содержит всего одну книжечку, к сожалению. Но зато какую… Я вам показать хочу. Вот книжечка, которую я заказала. Довольно внушительная такая. И мне ее рекомендовали здесь на французском форуме. Форум называется «In France». Это книга довольно внушительная. Она является энциклопедией всей французской грамматики. И она даже не для учеников рассчитана, а для учителей. Тут и фонетика, и правильное использование глаголов. И она довольно тяжелая книга для начинающих. Но я ее как бы взяла на потом. Потому как хочется расти, хочется не стоять на одном уровне, как говорится, а именно выучить язык как положено. Ну а теперь перейдем к распаковке моей маленькой посылочки, которая содержит очень много книг, к счастью к моему. И которые именно для моего уровня намного проще книги. Вот я вам хочу показать. Они так были запечатаны хорошо, с ним разорвало немножко эту попаковку. Первая книга – это французская грамматика с упражнениями. В этом учебнике по мере нарастающей сложности грамматика усложняется и дается очень много упражнений с ключами для них, для того, чтобы тренироваться в грамматике французского. Очень все просто, ясно объясняется. И что очень хорошо – это на русском языке. Хорошо во французском то, что очень много доступных книг, которые на русском языке. Чего не было, к сожалению, когда учила норвежский, такого выбора книг на русском языке не было. Но я вдохновилась, естественно, заказала еще. Вот такая книжечка «Самоучитель французского языка» для начинающих «Сиди». И тут даются и упражнения разной сложности с ключами, и типовые ситуации, и французско-русские, русско-французские словари. Все сразу. Эта книга как объясняется, научит читать и понимать язык в короткие сроки. Что мне и надо. Еще книжечку я заказала, очень необычную. Это тренинг французского языка с красной такой табличкой. Называется «Тренинг с красной карточкой». То есть, когда мы... Видите, написано оно красными буковками. Когда мы закрываем, то красного не видно. И поэтому, когда мы закрываем этой карточкой текст, то мы можем сами себя проверить, насколько мы усвоили материал. Такой книги... Раньше мне не доводилось встречать. Очень необычно. Представьте, как легко учить глаголы, к примеру. Вот видите, глаголы. И мы закрываем. И вот их уже не видно. При том, что черный шрифт нам видно все так же. Вот такая книга. Конечно, не обошлось без одной книжечки для бизнеса. Так же, потому как я очень люблю читать книжки по бизнесу. И это такая маленькая, легкая книга, легкое чтение. Тут 50 моделей стратегического мышления. Чем хорошо, что когда изучала пиар и маркетинг, то там эти модели, допустим, окно Джохари или свод-анализ, посвящалось много страниц и объяснений. А тут-то это все в очень краткой форме объяснено. Очень легко, очень визуально. Так что эти бизнес-модели можно сразу же применить на практике. Очень легко. Мне очень понравилось вот здесь, допустим, как люди склонны к воспоминаниям. Что вот европейцы, они большее время проводят с воспоминаниями о прошлом. Занимаются воспоминаниями о прошлом. Это 40% их времени занимает. А американцы, это страна грез, они думают, вот тут написано, 65% это о будущем. Это американская модель. Ну, правильно, это как азиаты думают. Они занимаются тем, что думают в большинстве своем о настоящем. 70% своего времени они думают о настоящем. Что приносит в их жизни намного более продуктивности. То есть эта книга учит, как быть продуктивным и как использовать свое время грамотно и правильно. И это все, естественно, визуально их маленьких моделей. Ее легко понимать. Ну, и самое-самое мое сокровище, что заказала, это вот три таких книжки Александра Дюма. Потому как я Александра Дюма еще в оригинале перечитала на русском языке, когда мне было 10 лет. И вот спустя 30 лет я хочу почитать Дюма, конечно, в адаптированном варианте. Совсем небольшие тома, а все это адаптировано. Вот граф Монте-Кристо, Три мушкетера и Черный тюльпан. И чем они интересны, эти книжки, необычно, что в каждой содержится вот такое CD, что книжечку можно всю прослушать. А также в каждой главе дается упражнение. И можно себя проверить, правильно ли ты понял, все усвоил. Также сноска в историю. Вот Шато Дюма. То есть где жил сам автор Дюма. О нем написано. Также портрет его в начале. Вот, посмотрите. И поэтому по этой книжке не просто можно увлекательно учить французский, так как мы читаем автора, который нам именно нравится и увлекает нас. А также можно тренироваться в грамматике и также слушать произношение оригинальное. И все это, мне кажется, удивительно. Раньше не было такого. Язык никогда не было учить так легко. Когда я учила английский язык, то больше всего, у меня продуктивнее всего получалось, когда я читала книги в оригинале. Моя первая книга, я как сейчас, помню, прочитала. Это была Сомерсет Моэма книга «The Painted Veil» «Разрисованный занавес». Естественно, не было такого, как вот в этой книжке. И упражнения, и сноски с объяснениями. Единственное, что не хватает, тут словарика еще в конце. Это уже не совсем разбалованных. И столько много иллюстраций. Посмотрите, как интересно это все читать. Сколько много картина. То есть, никогда не было раньше так увлекательно изучать, как сегодня язык. Ну и, естественно, я взяла книги для разных уровней. Тут книги и для уровня А, и для уровня Б. Это уже третий уровень изучения языка. Ну, для того, чтобы почувствовать прогресс. Поделитесь со мной, что вам понравилось, а что нет, из того, что я заказала. А также, может, вы уже что-то из этого, из этих книг уже сами читаете. Учите по ним язык. Поделитесь со мной, нравится ли вам. Вот такое видео сегодня. Оставляйте комментарии. Увидимся в следующий раз. До свидания.